Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Россияне стали чаще вакцинироваться от коронавируса. Где и как можно привиться в Самарской области? 120 пожарных, 47 единиц техники и пожарный поезд в Самарской области ликвидировали крупное возгорание. Уши обыкновенные, медянка и гадюка. Специалисты рассказали, какие рептилии обитают в Самарском регионе и как себя вести при встрече с ними. Россияне стали чаще вакцинироваться. Заметный рост числа обращений за прививкой начался на неделе с 11 по 18 июля. Он составил 103% по сравнению с предыдущей неделей. В конце июля спрос вырос еще на 52% к этому показателю. По словам иммунологов, спрос на прививки вырос, но пока не достиг показателей прошлого года. Прошлым летом вакцинировали по 350-450 тысяч человек в день, в то время как сейчас примерно 60-70 тысяч. Пик заболеваемости коронавирусом в стране, по прогнозам медиков, ожидается в начале осени. В Самарской области, как и во многих регионах страны, стало расти число заболевших COVID-19. За сутки в регионе зафиксировали 251 случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии 389 тысяч 75. Медики настоятельно рекомендуют гражданам прийти в прививочные кабинеты. Юлия Колколова пришла на ревакцинацию не одна. Женщина привела с собой своих коллег по работе. Она не только в начале пандемии сама переболела коронавирусной инфекцией, но и совсем недавно потеряла друзей. Неделю назад у меня друг умер от ковида. А перед этим, месяц назад, еще один друг. Это молодые мужчины, 50 лет, которым жить, а жить еще. И это люди, которые не хотели прививаться. Ну или по каким-то причинам не могли, возможно. Я считаю, что я хочу жить, причем жить здоровой, счастливой, красивой. Так что я тут для моего здоровья исключительно. Вакцинация против COVID-19 – сегодня самая актуальная процедура в медицинских кабинетах Самары. Как отмечают специалисты, к концу лета количество заболевших коронавирусной инфекцией значительно увеличилось. Если в мае-июне заболеваемость была достаточно низкая, то сейчас порядка уже в два раза она увеличилась. И мы настоятельно рекомендуем пройти ревакцинацию. То есть те лица, которые вакцинировались шесть месяцев назад, подлежат ревакцинации. Сделать повторную прививку необходимо прежде всего тем, кто находится в группе риска. Это граждане старше шестидесяти лет. Люди, которые имеют хронические заболевания, дыхательная система, сердечно-сосудистый и эндокринный систем. Записаться на прививку можно дистанционно. По телефону в регистратуре поликлиники или через портал госуслуг. Сама процедура много времени не займет. Пациент заполняет анкету, затем терапевт измеряет температуру, сатурацию, артериальное давление, производит осмотр и при отсутствии противопоказаний направляет пациента в процедурный кабинет. На сегодняшний день прививки от коронавирусной инфекции сделали почти 1 миллион 750 тысяч жителей Самарской области. Повторную вакцинацию прошли свыше 520 тысяч человек. Светлана Тимофеева, События. 5 августа отмечают Всемирный день светофора. Первые уличные регулировщики имели только две лампы – красную и зеленую. В России первый светофор был установлен 15 января 1930 года в Ленинграде на пересечении современных проспектов Невского и Литейного. Сегодня светофоры имеют сложную конструкцию и работают на светодиодах. В Самаре новый регулировщик появился на пересечении проспекта Кирова и Молодежный. Символично, что именно сегодня, в Международный день светофора, новый прибор, регулирующий движение, появился на пересечении проспекта Кирова и улицы Молодежный. Он сменил своего предшественника, прослужившего верой и правдой здесь более 10 лет. Именно этим сроком в среднем ограничивается работа светофора, хотя все зависит и от того, на каких диодах он собран и хорошо ли обслуживался. У каждого светофора есть свой срок службы. Он может работать так же, допустим, если возьмем, например, стиральную машинку. Она вроде работает, все, но уже стирать не так. Так же и у светофора. То, что диоды со временем выгорают, свет уже ярко снята. И, естественно, для водителей это плохо тем, что они могут не видеть. Современные устройства долговечные, энергоемкие. У нового светофора линзы побольше и светят они ярче. Поэтому водители смогут видеть сигналы издалека, чтобы повышать безопасность дорожного движения. А это и является целью администрации города. Установка регулировщика производится на средства городской казны с учетом предложений ГИБДД Самары. Специалисты подчеркивают, что работают именно со светофорными объектами. А это не просто отдельные светофоры, а целый комплекс оборудования. В его составе транспортные светофоры, пешеходные светофоры, опоры, контроллер, кабельные трассы, информационные секции. В этом году в Самаре запланирована установка пяти новых светофоров. На перекрестках Макаренко-Камчатская, Обувная-Народная, на улице Маршала-Устинова, это дорога на Козелки, на Антоново-Всеенко-44 и на Коммунистической, в районе бывшей остановки Химчистка. Также до конца сентября еще 26 уличных регулировщиков ждет модернизация. Она включает в себя замену оборудования, установку новых светодиодных светофоров, организацию дополнительных движений путем установки стрелок. Все новые светофоры оснащены таймером обратного отчета и информационными секциями. Информационные секции – это секции белого цвета, которые моргают с указанием стрелок. Это введены с прошлого года, по-моему, национальным стандартом установки светофоров. Они обозначают, что при движении на зеленый сигнал светофора водитель при повороте налево или направо должен видеть, что там разрешенный сигнал горит пешеходам и могут переходить дорогу пешеходов. В первые сутки после установки светофор будет работать и в обычном режиме. Радар детектора оценит загруженность полотна, после чего настройщик, исходя из полученных сведений, поменяет продолжительность работы зеленого и красного сигнала, чтобы разгрузить дорожное движение. Первый электрический светофор появился в 1914 году в Америке. У него было только две лампы – красные и зеленые, а их переключение сопровождалось звуковым сигналом. Прототипы конструкции уже трехцветные в 1920 году. Они были оснащены галогенами и лампами накаливания. В России первая модель уличного регулировщика была установлена 15 января 1930 года в Ленинграде на пересечении современных проспектов Невского и Литейного. С тех пор светофоры претерпели несколько модификаций. Оранжевый цвет сменил желтый. Появился дополнительный сигнал – зеленая, мигающая или статическая стрелка, звуковое сообщение, разрешающее или останавливающее движение, светодиоды, дающие яркость свечения сигналов, а главное – многопрограммные режимы, интенсивность которых зависит от времени суток и насыщенности автомобильного потока. Но каким бы идеальным ни был, светофор безопасность перехода по-прежнему в первую очередь зависит от водителей и пешеходов. Виктория Шарая, Василий Колдашов. События. От провода до спутника. Свой день рождения на этой неделе отмечает и всемирная глобальная паутина – интернет. 6 августа 1991 года появился первый интернет-сервер и был утвержден стандарт для страниц, начинающихся с тройного W. Проект принадлежал знаменитому британскому ученому Тиму Бернарсу Ли, который работал в исследовательской европейской лаборатории. Он отлично помнит, как начиналась большая история. Первый технический директор телеканала «Самара ГИС» рассказывает, вначале интернет работал при помощи обычного модема со скоростью не более 6-12 килобит в секунду. Но для первых таких документов, для передачи документов, это было нормально. То есть тогда это было как замена факсу. То есть документ текстовый передавали по интернету. И, конечно, речи о передаче каких-то там картинок, музыки и тем более видео тогда не шло. Проект «Тройное W» начал свое существование в 1989 году, когда британский ученый Тим Бернарс Ли, сотрудник Европейской исследовательской лаборатории, опубликовал свои идеи и предложения о создании всемирной компьютерной сети. Однако детальная разработка проекта началась лишь через год, когда Тим получил доступ к компьютеру Next. Он стал первым интернет-сервером и браузером. Проект был доработан окончательно в августе 1991 года. Тогда же появился первый интернет-сервер и был утвержден стандарт для страниц начинающихся с «Тройного W». В российских семьях первые компьютеры с доступом в интернет начали появляться к концу 90-х. Модем уже был посерьезнее – порядка 64 килобит. Пользователи получили возможность скачивать картинки, но так как доступ был коммутируемым и осуществлялся через телефонные аналоговые линии, они были крайне ненадежны, связь постоянно обрывалась, и модем то и дело приходилось подсоединять заново. Это очень раздражало, потому что надо было эту картиночку качать снова и снова и снова. От провода до спутника уже в 21 веке глобальное интернет-пространство помещается в маленькие коробочки. Как назвали бы их еще 30 лет назад. Выйти в интернет теперь можно с телефона андроида из любой точки земного шара. Сейчас сетью пользуются сотни миллионов человек, а количество серверов достигло огромных величин и продолжает расти. Своей жизни без интернета люди уже не представляют. И оплату онлайн, и смотреть новости. Очень полезный интернет для меня. Соцсети затянули. Навигация, прослушивание музыки, что угодно. Вообще, поиск информации, покупка билетов на самолет, ну банально, да? И что немаловажно, междугородние и международные переговоры, за которые приходилось выплачивать немалые деньги, ушли в прошлое. Связаться с близкими, родными, друзьями можно в один клик, где бы они ни находились. При помощи интернета можно смотреть фильмы, проводить онлайн-конференции, участвовать в семинарах и тренингах. А для некоторых он является источником дохода. То ли дело 40 лет назад, вспоминает Олег Манаенков. Тогда письма с предприятий отправлялись через почтовые отделения. А компьютеры, если и были, то явно существовали не для обмена информацией. Это был 286-й компьютер IBM, который приобрели в цех электроники 4-го ГПЗ для разработки печатных плат. Но, разумеется, основной его задачей, поскольку там был уже цветной монитор, были игрушки. С начала 2022 года численность интернет-аудитории достигла 5 миллиардов человек. Сегодня глобальной сетью пользуются 63% населения Земли. Исследования специалистов показывают, большая часть онлайн-мира продолжает расти быстрее, чем до локдаунов, связанных с COVID-19. Люди стремятся к удобству и виртуальному общению. Ведь для того, чтобы иметь связь с миром, не обязательно выходить из дома. Для этого достаточно иметь выход в интернет с мобильного телефона. Ольга Павло, Григорий Плешаков. События. Далее, коротко о других событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В основном это молодые люди и жители небольших населенных пунктов, говорится в исследовании одного из банков. Жители небольших населенных пунктов хотят иметь собственный бизнес чаще, чем жители более крупных городов. Среди женщин четверть предпочли бы иметь бизнес в сфере общепита, 21% в сфере косметологии и красоты, а каждая пятая хотела бы открыть бизнес, связанный с торговлей. Мужчины больше всего хотели бы собственное дело, связанное с легкой промышленностью, сферой IT и торговлей. Отрицательно к идее своего дела отнеслись 35% опрошенных. Не определились с выбором 9%. В Самарской области для тушения возгорания задействовали пожарный поезд. Пожарно-спасательные подразделения привлекли по повышенному рангу вызова. Пожар номер 2. Задействовали 120 человек и 47 единиц техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены пожарно-насосная станция, рукавный автомобиль и пожарный поезд со станции Самара. Общая площадь возгорания составила 750 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 10 человек. В предстоящие выходные сотрудники госавтоинспекции Самарской области проведут повсеместные проверочные рейды. Об этом сообщили в региональном ГОМВД. Приоритетная цель – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, в том числе выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. Всех участников дорожного движения призывают к ответственному поведению на дороге. С начала весны 3771 житель Самарской области обратился в больницу из-за укусов клещей. 1279 из них – дети. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Зарегистрировано 6 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Всего в этом году планируют обработать от клещей более 4800 гектаров общественных пространств. Опасность для людей летом несут не только клещи. Укусить могут и змеи. Какие рептилии обитают в Самарском регионе и как избежать неприятных последствий после встречи с ними, расскажет наш корреспондент. Летом многие жители Самары выбираются отдыхать на природу. На Волжские острова или просто в лес. Но далеко не все обитатели местных красот готовы гостеприимно встретить человека. Например, с осторожностью стоит относиться к змеям. Какие виды рептилий живут в Самарском регионе, нашей съемочной группе рассказал Андрей Болтушко, заведующий отделом акватерариума в Самарском зоопарке. Самая распространенная змея, по словам специалиста, это уш обыкновенный. Змея черного цвета с желтыми или оранжевыми пятнами за головой. Водяной уш практически ничем не отличается от своего собрата, уже обыкновенного. Медянка – еще одна представительница местной фауны. Она не ядовита, питается ящерицами и встречается чаще всего в лесах. Узорчатый полос также не является опасной змеей. Его можно встретить в Жигулевских горах, так как он любит отвесные скалы. То, что связано со змеями в народном так называемом творчестве, в большей части это выдумки. Очень много так называемых байк, которые на самом деле себя не оправдывают. Змея не хочет с человеком встречаться и зачастую шаги человека она слышит на расстоянии. Змея старается, как правило, уйти в сторону при приближении крупного объекта. В Самарской области обитает относительно небольшое количество представителей змеиного семейства. Но и среди них есть опасные виды, которых нужно избегать. Реальную угрозу для человеческого здоровья может представлять гадюка. В Самарской области вводятся сразу два вида гадюк. Обыкновенная, которую можно встретить в основном в лесах, вблизи Самары в Красноглинском районе. И степная гадюка, которая обитает в Самарских степях. Чаще всего гадюка имеет серый цвет, зигзагообразный рисунок в виде ромбов, который проходит по всему телу рептилии. При укусах змеи всегда необходимо обращаться к специалисту незамедлительно. Вдали от города такая возможность может отсутствовать. Но облегчить состояние пострадавшего в любом случае необходимо. Холод, голод и покой пациента оставить в покое. Если не имеется ничего из подручных средств, необходимо перебинтовать нижнюю конечность к здоровой, если это мы говорим про ногу. Если это локоть, к примеру, рука, необходимо локоть к груди прификсировать. И оставить пациента в покое. Обильное питье пациенту необходимо. Накладывать жгут при укусе ни в коем случае нельзя, говорят специалисты. Это может усилить отек конечности. Надрезать рану, чтобы извлечь яд, также противопоказано. Как говорят эксперты, при встрече со змеей не стоит ее трогать, даже если вы уверены, что она не ядовита. Животное лучше просто обойтись стороной. Александр Гусева, Григорий Плешаков, Максим Гусев. События. В летнем театре Струковского сада состоялся концерт молодежного русского оркестра. Выступление прошло в рамках летней оркестровой академии фестиваля оркестровых музыкантов Classic Open Fest. Сессии проходят при поддержке фонда президентских грантов. Организаторами академии стали Министерство культуры Самарской области и Администрация областного центра при поддержке Тольяттинской государственной филармонии. Свободных мест на концертной площадке Струковского сада не осталось еще до первого взмаха дирижерской палочки. Впервые в Самаре звучит молодежный русский оркестр по Воложьям. Это редкость для нашей губернии, потому что те оркестры народных инструментов, которые у нас существуют, они в рамках камерного в основном состава где-то до 30 человек. А сегодня два оркестры, это сбойный состав. И, конечно, это мощь, это совсем другое звучание. Пойти до эксперимента и объединить сессии джазовой музыки и русских народных инструментов было решено в честь 20-летнего юбилея молодежного симфонического оркестра по Воложьям. Музыканты, а это в основном студенты из учебных заведений искусств из нескольких городов России, прошли жесткий отбор. Им предстояло не только разучить множество композиций за короткое время, но и научиться чувствовать партнера. Да, это чувство локтя, это нужно чувствовать коллегу, где-то уступать, где-то наоборот быть лидером. Поэтому договариваться друг с другом не без слов, а взглядом. Это может быть даже поворотом головы. Быстро сыграться – это достаточно непростое дело. Но они это сделали практически за неделю. Для студентки Самарского института культуры Алиса Монаховой-Седовой выступление с таким большим коллективом, а в нем собрались около 70 музыкантов, стало дебютным. Я думаю, что для нашего самарского зрителя это будет что-то новенькое, потому что все привыкли видеть русский народный оркестр как-то более академического, но с академической стороны мы сегодня покажем и эстрадную композицию, и более традиционную, фольклорную. За каждую композицию самарская публика благодарила музыкантов бурными аплодисментами. Я рада, что музыка выходит все чаще и лучше на открытые площадки, потому что, конечно, летом в Самаре нужно ходить на открытые площадки, слушать прекрасную музыку в исполнении лучших музыкантов, опытных и молодых со всей страны, ну и, конечно же, получать удовольствие. Впереди у музыкального коллектива еще два концерта – в Тольятти и Ульяновске, где оркестранты выступят с разнообразной по стилю и жанру программы. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. Молодежка Крыльев провела очередной матч российского первенства. Баскетбольный клуб «Самара» продолжает активно комплектовать основную команду к старту Единой лиги, а в Тольятти начался традиционный предсезонный турнир среди хоккейных молодежных команд. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Резерв Крыльев-Советов принимал питерский «Зенит» в пятом туре молодежной футбольной лиги. В первом тайме гости лучше приспособились к жаре и в середине игрового отрезка дважды огорчили голкипера «Самарцев». Сразу после перерыва хозяева сначала отыграли один мяч, а на 66-й минуте сравняли счет. Но удержать равенство не удалось. Уже в добавленное время питерцы забили победный гол. 2-3 – поражение молодежки «Крыльев». У команды шесть очков после пяти игр самарцы занимают пятое место в своей подгруппе. Еще один легионер пополнил состав баскетбольного клуба «Самара». Американец Азея Рис поможет команде в первом сезоне в единой лиге. В последнем сезоне выпускник Канезийского колледжа выступал за команду «Дондон Лайонс». В матчах чемпионата Великобритании в среднем набирал более 19 очков и делал более четырех подборов и шести передач и помог команде выйти в финал национального первенства. В Тольяттинском ледовом дворце прошел первый игровой день Кубка Сахарова. Хозяева команда «Ладья» открывала турнир матчем против сахалинских акул. Тольяттинцы дважды вели в счете, но островитяне неизменно отвечали на это своими результативными действиями. Встреча перешла в овертайм, где удачливее оказались гости, которые через две минуты забросили победную шайбу. «Ладья» уступает 2-3. В другом матче дня «Амурские тигры» из Хабаровска обыграли Екзеринбургское авто со счетом 4-1. Самара ГИС запустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. И сегодня выясняем, когда наши подписчики открыли купальный сезон. 45% опрошенных ответили, что в июле, когда наступила стабильно теплая погода. 39% вообще не ходят на пляж. 10% ответивших в мае. 6% проголосовавших еще не открыли сезон, но собираются это сделать. В комментариях некоторые подписчики сообщили, что начали купаться в июне и в августе. Заходите в наш телеграм-канал по QR-коду и голосуйте. А тем временем число просмотров, которые сгенерировали подписчики телеканала «Самара ГИС» на видеохостингах преодолело очередной рубеж. Показатель превысил отметку в 29 миллионов. «Самара ГИС» является одним из лидеров по работе в социальных сетях среди всех телевизионных СМИ города. Общее число наших подписчиков превышает 77 тысяч. Наши посты в сетях ежемесячно охватывают более 768 тысяч пользователей, а просмотры на видеохостингах более 300 тысяч. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В активную фазу входит строительство станции метро «Театральная». Долгожданная станция, которая планировалась еще в советское время, как хорды для соединения трудовой безымянки с историческим центром, наконец появится в ближайшие годы в Самаре. Актуальность ее не просто не снизилась, а многократно возросла. Набережная, театры и музеи, городские фестивали, праздники, офисы и рабочие места, архитектура и уникальная атмосфера центра Самары станут еще ближе. В этом году юбилей Самарского метро «35 лет», пишет в телеграм-канале руководитель пресс-службы мэрии Самары Елена Рыжкова. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары продолжает сбор заявок на конкурс среди людей с ограниченными возможностями здоровья, достигших 18-летнего возраста, проживающих в Самаре, на получение премии главы города «Мир равных возможностей». Премии вручаются в номинациях «Общественная деятельность», «Литература и искусство», «Образование и наука», «Предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность», «Техническое и народное творчество», «Физическая культура и спорт». Заявки принимаются до 20 сентября по адресу улица Некрасовская, 63, кабинет 19. Телеграм-канал администрации Красноглинского района сообщает о праздниках двора. Участников ждет море веселья, зажигательная музыка, творческие номера коллективов, занимательные конкурсы и викторины, подарки и многое другое. 9 августа в 18 часов праздник пройдет в поселке Мехзавод, квартал 4, дом 9, сквер ДК «Октябрь». 10 августа в 18 часов в микрорайоне «Крутые ключи» на улице Мира, 79. А 11 августа в 18 часов по адресу поселок Красный Пахарь, дом 31 и 33. Движение – это жизнь. В Ленинском районе Самары активные пенсионеры поддерживают здоровье занятиями на свежем воздухе. Тренер по месту жительства Герасимов Геннадий Сергеевич проводит тренировки для всех желающих, сообщает телеграм-канал Ленинского района. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страницах в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!